Здесь холодно, здесь неуютно. Я иду по краю ослепительно-белоснежного поля, потому что мои друзья – потрясающие шутники, которые наверняка считают, что если посреди посиделок зимней ночью куда-нибудь свалить с целью разыграть старого, доброго, молчаливого меня, по обыкновению проронившего пару слов за весь банкет, то будет весело и смешно, как-то не особо. Смотрю на мобильнике время – половина одиннадцатого вечера. Веселое, но при этом спокойное и очень домашнее застолье, проводимое в деревенском доме моего друга Стаса, началось сравнительно недавно. Напиться еще никто не успел, так что время для шуток слишком раннее. Но, тем не менее, вечно себе на уме Даша вышла в туалет. Нету ее. Тоня, ее главная подруга, надежда и опора, пошла посмотреть, как она. Тони нет, только вроде какой-то сдавленный, я не знаю, то ли схлип, то ли смешок с заднего двора, там, где сортир. Я его услышал, когда криворукий мудень и по совместительству хозяин дома Стас пролил на меня сок. И я отмывал на кухне руки от липкой сладкой жижи. Не знаю, может, они по венам втайне ото всех пускают, ходили. Слухи, что красавицы-то наши на игле. Не было, конечно, этим слухом подтверждения, да и сейчас я понял, что на самом деле они ржали, предвкушая уникальный в своем роде розыгрыш, оставить меня одного, чтобы я пошел всех искать. Как же охуенно-то, а? Правда, я до сих пор не могу сказать, что это был именно смех, но своеобразный звук. Или мне послышалось, чертова разберет. Ах да, Стасик, будучи со своей распрекрасной долбоебкой с веточкой не в ладах, вышел с ней что-то обсудить. Ну-ну. Зато приятно знать, что теперь-то они наверняка вновь помирились, раз строят против меня этот веселый, задорный розыгрыш. Кретины, блядь. Ну и Вася, вечно расторопный сверх меры. И тут и там Вася. Энергетик. Постоянно гиперактивный и нервозный. Как твик из Южного парка. Он вскочил и побежал на улицу, как в жопу ужаленный. Ну, как всегда. А я остался один сидеть. Один в чудесной предновогодней атмосфере. Действительно, какая же погода на улице. Если бы вы знали, луна просто сияет, снег отражает ее свет. Чудо, а не погода. Мороз, правда, сильнее обычного. А я в легкой куртке. Ну, я-то думал, что приеду на машине, потом дома будем отмечать. Зачем же укутываться? Ну, кто же знал, что чувство юмора некоторых проснется в такой неподходящий момент. Поэтому после пяти минут ожидания, накидывая свою куртку, я выхожу на улицу. И здесь холодно. Здесь неприятно. А еще здесь у Стаса наверняка какой-то подпол, где они спрятались. И наверняка усыкаются от смеха. Другой причины, по которой я не нашел их, облазил все закутки. Пустующие курятники и прочую хренату я назвать не могу. Ну, вот нету их нигде. Следы зато есть много следов. Среди них особенно выделяются большие такие, плоские. Наверняка Васины. У него ноги-то размера 45-го точно. Эти, правда, на вид побольше будут. Но, может, мне так кажется. Я никогда особо не разбирался. Ни в размерах обуви, ни в размерах одежды. Вот почему эта сраная курточка, мало того, что прохладу пропускает на ура, так еще и маловато мне. Тут непросто в обтяжку. Еще пару часов в ней походить, сам в размерах уменьшусь. Как будто с брата младшего ее стянул, честное слово. Следы зато помогут мне узнать, где друзья мои распрекрасные притаились. И как-то странно они себя ведут эти следы. Некоторые идут, идут и обрываются. Потом начинаются где-то поодаль вновь. Потом вообще в каких-то местах снег разбросан или примят. Как будто кто-то падал или его тащили. И везде, самое главное, следы больших подошв. Вася, неугомонный скот, везде побывать успел. В конечном счете, все следы ведут к тому, что мои друзья сорвались куда-то за деревню, мимо поля, в сторону Осинника. Точнее, ведут туда только Васькины следы. И в чем смысл? Они что, шеренгой все шли, наступая в следы друг друга, а сзади шел, притаптывая все это дело Вася? Зачем? Они хотели меня дезориентировать, мол, Васютка посреди ночи смотался в Осинник. А что это дает-то? Или у них там сюрприз какой, уважаемые знатоки, внимание, вопрос, по какому поводу может быть сюрприз посреди зимней ночи, где-то хуй пойми, в каком-то глухом Осиннике. Да еще и без повода до Нового года, еще месяц, день рождения у меня весной. Никаких прочих знаменательных событий в ближайшее время просто нет. На телефон, разумеется, никто не отвечает. Я прошел уже больше половины поля, обзвонил всех дураков, ноль, внимание, некоторые вообще телефоны выключили, конспирация, знаете ли. Ну я иду, я-то узнаю, зачем они поперлись в такую даль, и к чему это, узнаю. Холодновато, правда, здесь холодно и жутко. Кроме скрипа, снега под ногами, звуков нет больше никаких, вообще, даже ветер не свистит, нету его ветра. Есть только я, уже входящий, наконец, в этот Осинник, довольно редкий и хорошо освещенный луной, поэтому не страшный. А еще я успел тысячу раз себя обматерить. Я мог тупо остаться дома и в отместку выпить в одно рыло всю Синьку. Ну а если уж и пошел бы, мог бы взять с вешалки любую висящую там куртку. Например, Дашин пуховик, бабский, но теплейший. Стоп, Даша точно не с ними? Раз она выходила без пуховика в одном свитере, то 10-минутная дорога через все поле ей далась бы, ой, как тяжело. Но наверняка часть пошла в Осинник. Еще бы Вася туда не поперся, он парень компанейский. А сидит часть дома, посмеивается и ждет. Чего ждет? Что стоит за этим? Мне уже даже не страшно идти через абсолютно открытое поле в полной гробовой тишине. Ну как бы стремновато, если честно. Вот только чем дальше я иду, тем меньше уверен, что это Васькины следы. По-моему, это не 45-й размер все-таки больше будут. А так хер его пойми. Захожу в Осинник, спускаюсь в небольшую низину, затем опять подниматься. Странное дело, следы, идущие вверх, абсолютно ровные, а я при подъеме пару раз буксанул, чуть не упал. Такое чувство, будто все паровозиком. Ни разу не оступились, взошли на скат и дальше потопали. Странно. Впереди огонек. Светится круглое отверстие в стене какого-то строения. Полностью сварганены из каких-то веточек, обломка фанеры и камешков шалаш. И окно почти в самом, блять, верху. И следов Васиных вокруг немерено. Ну все, понятно. Сварганил когда-то летом Стасик эту хурму. Знатно сварганил, надо сказать, крепкий на вид шалашек. А теперь, значит, привел туда всех посмеяться или сюрприз сделать. Ну, сейчас посмотрим, что за сюрприз. Резко отбрасываю в сторону большой железный лист вместо двери. Я даже, кажется, знаю откуда он. Это с комбайна обшивка. Как бит дать. И хочу крикнуть что-то наподобие. ФСБ, суки! Всем оставаться на местах! Но сам застываю на месте. Костер внутри шалашика, как и полагается, обложен камнями, чтобы огонь не расползся. Перед костром на оттаившей земле сидит задумчивая тварь. Не сказал бы, что это было большим. Может, на пол головы выше меня. Но оно было парадоксально широким в плечах и абсолютно нескладным. Туша покрыта удивительно гладкими и волнистыми белыми волосами. Будто он их моет каждый день. Идеальная маскировка посреди снега. Чего уж. Лицо не очень страшное. Близкое к человеку. Но очень насупленное. С длинным крючковатым носом. И пронзительными голубыми глазами. Пасть широкая. И какие здоровенные плечи. На таких можно нескольких людей за раз унести. А он и унес. Около костра лежат родненькие. Головы у всех свернуты жутко. В крови все перепачканы. Но не из-за голов свернутых. Нет. Они обглоданы все. С ног по самую грудь. Съедено все. Кишки. Мясо. Только кости окровавленные. Мясцо снял. А обгладывать основательно не стал. Но славно поработал. Минут семь я искал ушедших около дома. Минут десять шел сюда. Опять же пять минут ждал с тех пор, как ушел последний из них Вася. Не его это следы были. Чувствовал уже, что не его. И на подошву не похоже. Значит, при грубом подсчете за двадцать две минуты эта волосатая манда сожрала пятерых моих друзей, которых я знал уже семь лет минимум. И не хихикала тогда Тоня, когда я на кухне был. Совсем не хихикала. Здесь холодно. Здесь кошмарно. Я рванул от этого шалаша с эпической скоростью. Но снег, сука, снег. Я запнулся в снегу и упал. Успел выставить руки. Холодно стало, но совсем плевать. Тут же стою на секунду, оборачиваюсь. Выходит, это нелюдь. Совершенно нескладный, блядь. Вширь больше, чем вверх. За живот держится. Пятерых обголодать. Не конфетку съесть, сука. А значит, сразу он не разбежится. И шанс у меня есть. Я бегу. Когда сюда шел, звуков не было. Теперь их туча и снег хрустит. И сзади падла дышит. Словно паровоз от станции отъезжает. И я пытаюсь дышать в такт, чтобы не выдохнуться. Но глаза от ужаса заливает слезами. Горло сдавливает. И дышать становится трудней. А сердце стучит дико. Но я бегу, не оборачиваюсь. Затем, когда я прекрасно слышу его отдышку, которая ближе не становится. Значит, нормально все. А как он быстро всех около дома-то похватал. С голодухи, небось, быстрый был. Ему бы сейчас у костра посидеть, друзей моих переварить, отдохнуть. А то вламывается какой-то черт, которого он тогда около дома ждать не стал. Либо не заметил. Либо пятерых ему было более, чем достаточно. А тут я еще вспомнил. Там Вася про кого-то в белой шубе спрашивал. Прямо перед тем, как на убой ушел. Вот она, Вася. Шубка живая, сытая, рассерженная. Догонит, наверняка сразу не съест. Про запас оставит. Славная шуба. Крайний дом деревни показался. Быстрая, значит, минуты за три допиздовал. От осинника до деревни. Страх жутко гонит. Но я все же стараюсь в следы этого кошмарища попадать. Чтобы в снегу не споткнуться. Помогает это не сильно. Снежок хоть не спешно, но идет. Засыпает следы. Тихо, тихо. А еще последнюю стометровку мне надо рвать как можно сильнее. Стаса в дом я не закрывал, когда уходил. До него мне бежать. Времени нет. А самый ближний ко мне закрыт наверняка. Деревенские обычно рано спать ложатся. И на ночь закрываются. А то поди кто-нибудь зайдет. Ну, например, жуткий лохматый пидор, который в осиннике. Да не сказать, что прячется. Вроде и на виду шалашек. Просто никто не ходит туда. Старенькие все. Раньше синокос там был. А сейчас кому он упал, этот синокос? Славная финишную прямую добежал. Рванул, как марафонец. А по пути еще орал истошно. Казалось, гланды выкричу. Подбежал к двери ближайшего дома. И со всего размаха кулаком. Херак. Ору, как резанный. При том, что и так выдохся. При беге стучу, как идиот. Открывается дверь. На пороге стоит дедок в трусах. Смотрит на меня, как на дурака. А потом, как только мне за спину глянул, втащил меня в дом. С такой силой, что я почти всю прихожую пролетел. Сильно так. Дед дверь на щеколду. Раз, в комнату за карабином. Прых, патроны из комода. Хвать, не дед прямо заят, заряжает. А за дверью рык, стук, грюк. Но хорошая дверь, мощная. Даже такому увольню не пробиться. А потом тишина. В доме тоже молчок. Только я тяжело дышу. В груди режет неимоверно. А затем хруст. Хрусть, хрусть по снежку. Слышим мы с дедом, как ну идет. Окна, хоть и допотопные, обычной ватой и бумагой на зиму заклеенные. Но со ставнями. И с закрытыми. Слава тебе, яйца. Дергает сволочь ставню. Защелка там не айс. Но пока держит. Пока. К другой ставне не идет. Продолжает терзать. Знает же, что еще пара минут и вылетит к хренам эта ставня. А потом и стекло вылетит. А потом и мозги наши с дедом повылетают, если карабин не спасет. А дед пока стрелять не собирается. Боится. Если в чудо-юду не попадет, то окно составней покоцает. А этого у тырку только и надо, чтобы поскорей открыть и полакомиться. Прости, сынок. И тут у дедка лицо искривляется в какую-то совершенно идиотскую гримасу. И он начинает плакать просто ручьями. Ставня все громче скрипит. А дед все громче рыдает. Прости, родненький. Не держи зла. Прости. А я не понимаю, за что его прощать-то. Как вдруг карабин пукает, и пуля летит мне прямо в лицо. Вся левая сторона лица горит. Мне очень хуёло. Я совершенно ничего не понимаю. Только разве что осознаю, что теперь я уже на улице. Дверь за мной приветливо захлопается на щеколду. А скрип снега все ближе и ближе. Мощная рука берет меня за шиворот. Мои плохонькой куртки и тащит. Молодец, дед, блядь. Не стал устраивать смертельный матч а-ля старый карабин против лохматого урода. Малой кровью отделался старый пидор. То есть мной. Лицо заливает кровью. Я дышу быстро, прерывисто. Но скоро перестану. Не знаю, сколько времени. Но мне знать уже незачем. Неплохой мороз. Превратился в неимоверный холод. А мне уже все равно. Я ползу вверх по склону той самой низины. А значит, через пару метров я снова увижу друзей. Спрошу Васю, почему он так тараторит. Спрошу Стаса, знает ли он, что его Светочка ему изменяла. Попрошу закурить. Очень хочу курить. Здесь холодно. Здесь ад. Продолжение следует... Здесь можно 없이.